Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Ну и вот выходит таки долгожданный видос. Возможно, он выходит чересчур уже поздно. Что же будет у нас на скидочках? Уже таки завтра нам всё расскажут. Поэтому можно смело говорить, что я с этим видео запоздал, так как все ютуберы уже давно это выпустили, все свои мнения уже разложили. Ну, а я хотел бы рассказать чисто своё мнение, высказать, как я думаю и что, как оно всё будет. Пойдёт ли вообще данный праздник в плюс игрокам или же нет. Что касается скидочек, тоже попытаюсь таки подробнее рассказать. Ну и начнём мы, давайте наверное тогда и с них и начнём, в принципе. Что касается скидок в магазине, то, безусловно, они будут варьироваться от 20 до 50%. Ну, почти на каждый праздник делают именно так. А если это у нас побольше праздник, праздник ДРТО, то, значит, скидочка так на 50% тоже у нас будет. Безусловно. Что касается скидок в гараже, то я думаю, что на именно данный праздник скидок будет много, потому что проект уже на грань, на грани перехода на новые обновления, на такие как Energizer, то есть модуля уже будет меняться, а значит проекту хочется подзаработать в последнее время перехода, поэтому я думаю, скидка на модули будет большая. И не только на них, я думаю, в принципе, на весь гараж, на пушки корпуса, на модули у нас будет 50% скидка. Что касается устройств, я ничего предполагать, в принципе, не буду. Думаю, что скидка, если и будет, то она будет точно, ну, не 50%, потому что, ну, в последнее время вообще никто не хочет делать скидочку на данное, можно сказать. Ну, на данное, короче, устройство, не знаю почему, но скидочку на них не делают. Чего бояться, почему именно так, я не знаю, ребят. Где-то у нас голдетский летит. Ох, я уже, думаю, не успеваю, конечно же. О, нет, успел, забрал, красиво. Так, что касается скидок на гараж, я рассказал. Что касается МПК, безусловно, это 50-70, 50 на поставку шага и 70 на его ускорение. Безусловно, оно будет, потому что, ну, это самый масштабный праздник, который может быть в игре, и тут уже оспаривать данное мнение, я думаю, никто не станет. 50-70 самое лучшее и самое оптимальное, что может быть у нас. Что же касается золотых, то, я думаю, голдов не будет. Будут у нас контейнеры вместо золотых. И это было бы справедливо и правильно, потому что на всякие различные праздники такое делают. Почему бы не сделать тогда на этот праздник? Я думаю, что вполне реально это может быть. Ну, а в принципе, что касается именно оформления, то оформление, конечно же, изменит, изменит билборды у нас. Но это даже как бы в принципе обсуждать не надо. Это в принципе такая вещь, которая всегда понятна и всегда она меняется. Никогда она на постоянной основе не оставляется. Короче. Что касается красочек, то красочки у нас, конечно же, вместе с оформлением новым будут. Ну, а ну, а, ну, а, так, про гаражик я рассказал в принципе, про прокачки тоже. Что же у нас будет еще? Безусловно, я думаю, я думаю, это было бы справедливо сделать усложненные задания с повышенным призом. Все-таки сейчас уже у нас в игре матчмейкинг, какой бы он ни был, но он уже у нас есть. Безусловно, заданки выполнять стало ну, в разы тяжелее, я бы сказал, потому что и опыт в битвах набивается сложнее. В принципе, записывать ролик именно отдельно по матчмейкингу я не стал. Не знаю, возможно, я еще передумаю и в дальнейшем запишу его, но, в принципе, есть свое сложилось субъективное мнение, но, не знаю даже, ребятки, оно такое спорное, в принципе, есть моменты, с которыми я согласен, есть моменты, с которыми я, в принципе, недоволен, но, в принципе, не в этом суть, но, именно, за счет матчмейкинга, я думаю, что ежедневные задания на время праздников будут увеличены в разы, давайте я поставлю свою ставочку, что они будут увеличены в два раза, то есть, если, например, как сейчас у нас заданочка, вот, например, открываем 400 кристаллов, да, то она будет уже 840, в два раза, я думаю, вполне реально увеличить данную цифру, и, я думаю, что будут все довольны, выполняя заданки, многие игроки формят кристаллы, тех, кто, как бы, не выполняет, это, наоборот, завлекет, привлекет, и, я думаю, они тоже будут выполнять их, что касается заданок фондов, я уже как бы рассказал, так, что же можно еще добавить, что же можно добавить, безусловно, как я уже сказал, проект хочет подзаработать денег до обновления, поэтому я думаю, что они пойдут на самые максимальные скидочки в последнее время, лучше скидок не будет, в ближайшее время так точно, все-таки, сейчас заработок, я думаю, у проекта уменьшится, поэтому нужно сорвать куш, ну, а день рождения самого проекта, я думаю, что это лучший вариант, сделать побольше скидочки, и сделать какие-нибудь четенькие спецпредложения, как они всегда уже в последнее время любят их делать, я думаю, что это все вполне реально, вполне ожидаемо, и мы все это в ближайшее время увидим, и узнаем. Дальше, что касается двойных фондов, то, как уже все у нас и игроки, и разработчики привыкли, то, безусловно, они будут проходить вне про-битвах, возможно, даже эти фонды будут утроены, все-таки, при матчмейкинге, при новом, x2 фонды, это, можно сказать, не так много, не такой большой фарм, в итоге получается, поэтому, если будет утроение, в принципе, это будет справедливо, но, как оно будет, безусловно, узнаем позже, и, что же касается, вообще, в принципе, фондов, я уже сказал, что они будут вне про-битвах, про-битвах, никто у нас в последнее время не делал, но, я бы, конечно, рискнул, сказав, что, все-таки, они могут быть на день рождения ТО и в про-битвах, и мне бы это очень-таки, хотелось увидеть, но, вероятность данного ивента, может быть, которая будет проходить в про-битвах, с повышенными фондами, шанс этого, ну, я бы сказал, минимален, но, если бы это уже, у нас бы, конечно же, произошло, то, я был бы очень-таки рад, в принципе, про все, что у нас будет в игре на день рождения ТО, я вкратце уже рассказал, и, ребятки, я бы вас попросил поставить лайкосик данному видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, обязательно, также, подписываемся на группу ВК, в которой постоянно проходят какие-то розыгрыши, конкурсы, участвуйте в них, зарабатывайте кристаллы, ну, а на этом наше видео подходит к концу, всем спасибо, кто посмотрел его, и всем пока, ребяточки, субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!